Всем привет, друзья! Казалось бы, в эпоху интернета уже очень сложно кого-то удивить. На нас ежедневно обрушивается тонна информации, новости, забавные ролики, удивительные факты. Но существуют такие видео, после просмотра которых хочется сказать «Теперь я видел всё». Сегодня мы поделимся с вами именно такими роликами и расскажем вам о невероятных вещах, которые вы вряд ли когда-то видели. Поехали! Бериесская воронка. К этому произведению инженерного искусства люди относятся по-разному. Кто-то сравнивает его со смывом унитаза, а кто-то видит в нем необычный фонтан. Но на самом деле конструкция на озере Бериесса неподалеку от Сан-Франциско имеет вполне себе практичное применение. Оказывается, раньше в этой местности существовал фермерский городок под названием Монтичелло. Однако он был полностью затоплен, а на месте поселения была возведена одноименная плотина и искусственное озеро. Но власти придумали способ слива лишней воды из водоема, прилегающего к полноводной реке. Необычный гидрослив представляет собой бетонную трубу, которая во время засухи выглядит как обычная инженерная конструкция и не привлекает к себе особого внимания. Однако в периоды половодия эта воронка способна потреблять почти полторы тысячи кубометров воды в секунду. Создается сюрреалистичное ощущение, что через трубу водные массы засасываются прямо в недра земли. Так что неудивительно, что помимо своего прямого назначения, плотина Монтичелло стала популярным местом среди туристов. Кстати, вы не поверите, но в сухие теплые месяцы, когда уровень воды в озере опускается гораздо ниже воронки, сюда приезжают и другие искатели приключений. Это роллеры, скейтбордеры и райдеры. Они используют водоспускное сооружение как рампу для тренировок, причем добираются они до нее на специальных плотах вопреки всем ограждениям. При этом экстремалы рискуют не только собственным здоровьем, но и свободой, ведь наказания за такие выходки в американском законодательстве достаточно суровые. Интересно, что по расчетам специалистов инновационную воронку пришлось бы использовать всего раз в 50 лет. Однако реальные климатические условия в Калифорнии оказались в последнее время гораздо более суровыми, поэтому за последние 22 года она использовалась уже четыре раза. Лифт Байлун Застрять в лифте перспектива в принципе не из приятных. А теперь представьте, что он встроен прямо в отвесную скалу. Что ж, и такой лифт существует на Земле. Он называется Байлун или лифт «Ста драконов» и располагается в китайском национальном парке Джанцзэцэ. Помимо того, что его считают самым высоким открытым подъемником на Земле, он смело может побороться из-за звания самого страшного. Байлун был построен в начале нулевых для туристов. Благодаря подъемнику посетители могут попасть на смотровую площадку на вершине горы, проехав перед этим более 300 метров по отвесной скале. Кстати, еще один рекорд лифта «Ста драконов» — это его невероятная грузоподъемность. За это он даже попал в книгу рекордов Гиннеса. За раз на таком подъемнике могут проехаться до полутора сотен человек, учитывая, что он состоит из трех двухэтажных кабин. Тем не менее, по некоторым данным, очередь на этот аттракцион может достигать нескольких часов ожидания. Правда, времени на созерцание горных пейзажей у вас будет немного. Лифт поднимает пассажиров на вершину всего за одну минуту. Строительству такого подъемника, кстати, были рады не все. В период его возведения проект встретил яростное сопротивление защитников природы. Они выступали против идеи человеческого вмешательства в природный ландшафт и привлечения в регион еще большего количества туристов. Несмотря на это, в 2002 году лифт все же стал одним из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Водяной 3D принтер Что ж, если и смотреть рекламу, то только такую. Компания по производству изотонических напитков Gatorade решила оригинально продвинуть на рынок свою новую линию продуктов. Для этого специалисты одного британского рекламного агентства создали совершенно новую технологию и показали ее в этом невероятном ролике. Видео, на создание которого понадобилось около 5000 человеко-часов без использования какого-либо рода графических эффектов, показывает фигуру бегущей девушки. И создана она полностью из водяных капель. Для этого был построен специальный суперточный 3D принтер, который рисовал в кавычках в воздухе каждый момент движения. Потом все эти кадры по отдельности фотографировали, а после соединили и смонтировали в единое изображение. Конечно, для этого точность водяной установки отрегулировали до неуловимых человеческому глазу масштабов. Так, машина была оборудована двумя с половиной тысячами высокоскоростных форсунок. Каждая из них выпускала каплю воды определенного размера всего за 2 миллисекунды. Это не говоря уже о том, что работа всех форсунок была скрупулезно скоординирована инженерами, а каждый кадр был четко запечатлен фотографами с помощью стробоскопа. Собаки-водители Каждый год в американские приюты попадают более трех миллионов собак. При этом более 600 тысяч псов подвергаются усыплению. К счастью, с каждым годом эта цифра уменьшается, потому что все больше людей стремится брать домой бездомных животных, а не покупать их. В Новой Зеландии, например, ситуация чуть лучше, однако тысячи животных все еще голодают или погибают на улицах. Этот ролик был задуман активистами новозеландского общества по предотвращению жестокого обращения с животными как раз для того, чтобы привлечь к проблеме больше внимания по всему миру. Авторы ролика взяли трех обычных псов из приюта – Монти, Джинни и Портера – и решили продемонстрировать зрителям их интеллект. А для этого собак научили водить настоящую машину. Да, здесь нет ни каскадеров, ни компьютерной графики. На этих кадрах пёс Монти действительно самостоятельно крутит баранку и нажимает на педаль газа. Кинологи, которые дрессировали участников эксперимента, утверждают, что на обучение ушло всего лишь два месяца. Для этого псы сначала тренировались на деревянных тележках с рулем и рычагом коробки переключения передач. После этого животных пересадили на настоящее авто. Единственное их отличие от обычных – это адаптированные органы управления. Например, педали газа и тормоза псы нажимают задними лапами, в то время как передачи переключают передними. Сегодня на повестке дня у защитников животных стоит далеко не только спасение бездомных питомцев. Все больше активистов выступают против таких учреждений, как цирки и зоопарки. Они утверждают, что такие места культивируют жестокое отношение по отношению к диким и домашним животным в угоду зрителям. Легендарный немецкий цирк Ранкалли, существующий уже более четырех десятилетий, нашел неординарное решение этой проблемы. Вместо лошадей, слонов и собак, его постановщики решили выпустить на арену голограммы. Таким образом, они полностью отказались от эксплуатации животных, не теряя традиции своих известных на весь мир представлений. Для создания образов животных постановщики шоу используют 11 мощных проекторов. Идея такого представления родилась у основателя цирка Бернхарда Полла неожиданно. В 2018 году он присутствовал на матче американского супербоула в Миннесотте. Во время перерыва между четвертями игры на арене выступал Джастин Тимберлейг, стоявший рядом с голограммой умершего в 2016 году американского певца Принца. Тогда-то Пол и задумал применить эту инновационную технологию в своих цирковых шоу. Инвестиция в проект составила аж полмиллиона евро. Дом в трубе О проблеме перенаселения городов сегодня говорят очень много, особенно в развитых азиатских странах. Взять, например, Сингапур. Будучи государством и городом одновременно, он вмещает в себя почти 6 миллионов жителей. В то же время для такой плотности населения он обладает крошечной площадью, почти в два раза меньше, чем, например, площадь Лос-Анджелеса. В Гонконге эту проблему попробовали решить креативным путем. Для создания бюджетной и компактной жилищной альтернативы местный архитектор Джеймс Лоу предложил использовать бетонные трубы. Площадь такого дома составляет около 15 квадратных метров, а высота потолков около 2,5 метров. А изнутри он выглядит как очень современный дизайн-проект. При этом цена такого необычного жилища в пять раз меньше, чем средний ценник на квартиру такой же площади в урбанизированном Гонконге. Если присмотреться, в доме есть все необходимые удобства. Комфортная душевая и туалет, раскладная кровать, рабочее место и небольшая кухня. Правда, на ней нет пространства для готовки, но, по мнению Джеймса, в современном мире люди готовят все меньше. Поэтому все, что им нужно для пропитания – это микроволновка для подогрева готовых блюд. Согласитесь, выглядит достаточно привлекательно. Возможно, единственная проблема – это прозрачные двери, которые в буквальном смысле положат конец вашей частной жизни. Выращивание ананасов Вы когда-нибудь задумывались, как выращивают ананасы? Вовсе не на пальме и даже не под землей. Посмотрите на эти невероятные кадры с плантации в Коста-Рике. На самом деле, эти плоды растут на земле как капуста прямо из центральной части растения. Причем период созревания ананаса с момента высадки до сбора урожая составляет целый год, а собирают его вручную, чтобы не повредить сочный плод. Кстати, вы наверняка видели вирусный ролик, где герой видео с легкостью подцепляет кусочки ананасов. Оказывается, и правда, большинство людей едят ананасы неправильно. До чего греха таить. Именно из-за чистки этого фрукта многие ленятся его покупать. На самом деле, ананас вовсе не нужно очищать и нарезать. Нужно всего лишь срезать его верхушку, и если плод достаточно спелый, вы сможете спокойно отламывать от него по кусочку. Все дело в том, что ананас – это фрукт, состоящий из соцветий. Казалось бы, природа все уже придумала за нас, но человек все равно любит усложнить себе задачу. Внутренности Пизанской башни Как выглядит Пизанская башня снаружи, знают абсолютно все. Кажется, фото с рукой, якобы подпирающей ее конструкцию, есть у каждого побывавшего в этом итальянском городе туриста. Но знаете ли вы, как это чудо архитектуры устроено изнутри? Что ж, мы привыкли воспринимать Пизанскую башню как самостоятельное сооружение. Но на самом деле она – часть ансамбля Собора Успения Девы Марии. А если подняться вверх по ее внутренней лестнице, то можно насладиться потрясающим видом площади Пьяцца де Эмира Колли и ее окрестностей. Помимо лестницы, внутри одного из чудес света можно найти металлические тросы и противовесы, призванные выпрямить позвоночник строения. И, видимо, не безрезультатно. Специалисты утверждают, что за последние два десятка лет башня выпрямилась в кавычках на целых 4 сантиметра. Выращивание корицы Без чего сложно себе представить чашку ароматного капучино утром. Правильно, без корицы. Ну, даже если вы не любители этой восточной специи в бодрящем напитке, то от щепотки корицы в яблочном пироге точно не откажетесь. Но откуда же она появляется на полках магазинов? Оказывается, корица – это самая настоящая кора дерева. Растет оно, кстати, на Шри-Ланке. Это островная страна, которая находится в Индийском океане к югу от материка. Иногда ее даже называют слезой на щеке Индии из-за расположения на географической карте. Коричные деревья высаживают на юго-западном побережье острова. Когда они достигают высоты от 4,5 метров, местные ремесленники срубают их ароматные стволы. Затем с них особым способом срезают кору и высушивают ее на солнце. И, наконец, перемалывают ее в специю или же продают в форме трубочек. Признайтесь, вы тоже почувствовали аромат корицы при просмотре видео?